Девясь великому уму Интересен ли он нынешнему поколению? Последний день перед Рождеством прошел Зимняя ясная ночь наступила Глянули звезды Месяц величаво поднялся на небо Посвятить добрым людям и всему миру Чтобы всем было весело каледовать И славить Христа Морозило сильнее, чем с утра Но зато так было тихо Что скрип мороза под сапогом Слышался за полверсты Еще ни одна толпа парубков Не показывалась под окнами хат Месяц один только заглядывал к ним украдкую Как бы вызывая принаряживавшихся девушек Выбежит скорее на скрипучий снег Прямо дух захватывает С первых же строк переносишься в мир гоголевских героев Будто сам скользишь по скрипучему снегу Вдыхаешь свежий морозный воздух И любуешься красотой зимней природы Я очень люблю Гоголя И считаю, что он один из самых творческих индивидуальностей И неповторим Согласна Его произведения, как и у кого другого Отличают многообразие тем и жанров В его творчестве мы встречаем и поэтический образ народной жизни Героизм казачьего воинства И чистоту души простого человека Чиновный мир И это, безусловно, далеко не полный перечень того, что можно увидеть в его книгах Когда я читаю Гоголя То постоянно отмечаю для себя что-то новое И восхищаюсь им Русский прозаик Драматург Поэт Критик Публицист Признанный одним из классиков русской литературы Николай Васильевич Происходил из дворянского рода Гоголь Яновских Родился он 20 марта 1809 года В местечке Большие Сорочинцы Детство свое он провел в родном гнезде Васильевки Яновщине Полтавской губернии В Васильевку, крепостное поместье Средней Руки Окружали украинские степи Богатые сочными травами Пышными цветами Дичью, зверьем Некогда по этим степям Вместе со свободными ветрами Грозовыми тучами Гуляла буйная Казацкая вольница Гоголевская усадьба Простояла до Великой Отечественной войны В 1943 году При отступлении Немцы варварски Уничтожили Васильевку В огне погибли все постройки и парк усадьбы В год 170-летия писателя Решено было создать музей-заповедник в селе Гоголево Бывшей Васильевке Родословная Николая Васильевича Гоголя Пестрая Но в ней много неизвестностей и странностей Предполагаю даже, что Гоголь был происхождение духовного Дворянство же впервые добился его дед Афанасий Отец Николая Васильевича Гоголя Василий Афанасьевич Получил духовное образование Но сана не принял Служил в армии Получил чин Корнетта Позже Служил в малороссийском почтампе Под начальством знатного вельможи Трощинского Здесь Дослужился дочина калежского асессора И, выйдя в отставку Отдался весь семье И хозяйственной деятельности В Васильевке Люди, знавшие мать Гоголя Говорили о ней Как они обыкновенно Доброй, умной, нежной женщине Наделенной проникновенным Эстетическим чувством И природной красотой Мария Ивановна Сыграла заметную роль В нравственном И, в первую очередь, религиозном Воспитании сына Когда родился Гоголь Васильевка имела Около полутора ста крестьянских душ И тысячу десятин земли Село было расположено Между двумя отлогими холмами Вид Васильевка Имела обычный Для тогдашней Украины Избы Крашенные в белую и желтую краску Тополя Сады с темными вишнями И наливными яблоками Огороды Плетни Хозяйство велось на крепостных Натуральных началах Крестьяне содержали Панов Их дворник Приживалов И приживалок Помещикам жилось Привольно А положение крестьян Было тяжелым Будущий писатель Расхилым Болезненным Впечатлительным Ребенком Часто его мучили Страхи Однако Тихая Деревенская Обстановка Обилие зелени Здоровый воздух Достаток Давали перевес Доброму И положительному Уже в детстве В Коголе Проявилась Казацкая душа Рвущаяся Из тесноты Родительского дома Зовущая В дорогу В 1818-1819 годах Гоголь Учится в Полтавском Уездном Училище А в мае 1821 года Поступает В гимназию Высших наук В Нежине Здесь Он занимается Живописью Участвует В спектаклях Пробует себя В различных Литературных Жанрах Однако Еще не представляет Себя писателем Он мечтает О юридической Карьере Чтобы вершить Правосудие Окончив Гимназию В 1828 году Осенью Того же года Гоголь Едет в Петербург Город Встретил Писателя Провинциала Со всей Столичной Суровостью Испытывая Денежные Затруднения Он делает Первые Более Серьезные Литературные Пробы В печати Появляется Без подписи Стихотворение Италия А позже Публикуется Поэма Ганс Кюхельгартен Под псевдонимом В. Аллов Италия Роскошная Страна По ней Душа И стонет И тоскует Она Вся рай Вся радость Полна И в ней Любовь Роскошная Веснует Бежит Шумит Задумчива Волна И берега Чудесные Целует В ней Небеса Прекрасные Блестят Лимон Горит И Веет Аромат В конце 1829 Гоголя Удается Определиться На службу В департамент Государственного Хозяйства И публичных Зданий Министерства Внутренних Дел Однако Государственная Служба Вызывает У него Разочарование Поскольку Он изнутри Узнает Строение Чиногичьего Аппарата Опыт Государственного Служения Не прошел Для писателя Зря В созданных Им позднее Произведениях Система управления Подвергается Критике В 1830 В 1830 В журнале Отечественные Записки Была напечатана Без подписи Автора Повесть Бесоврюк Или вечер Накануне Ивана Купала В том же году В 1830 Гоготь Знакомится С Жуковским А в мае 1831 С Александром Сергеевичем Пушкиным В 1831 1832 В свет Выходит Сборник Повести Вечера На хуторе Близ Диканьки Который Моментально Приобретает Читательскую Любовь И вызывает Восхищенные Отзывы Именно Это Произведение Принесло Николаю Васильевичу Гоголю Известность И определило Его дальнейшую Судьбу Мечтательный Идеал Гоголя Вылился На страницах Вечеров В поэтический Образ Народной Жизни Одна из Наиболее Захватывающих Повестей Майская ночь Или Утопленница Посмотри 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 Вон Вон Далеко Мелькнули Звездочки Одна Другая Третья Четвертая Пятая Не правда ли Ведь это Ангелы Божьи Поотворяли Окошечки Своих светлых Домиков И глядят на нас Да Левко Ведь это Они Глядят На нашу Землю Что если Бо у людей Были крылья Как у птиц Туда бы И полететь Высоко Высоко Страшно Ни один Дуб У нас Не достанет До неба А говорят Однако же Есть где-то В какой-то Далекой Земле Такое Дерево Которое Шумит Верхушку В самом Небе И Бог Сходит По нем Ночью Перед Светлым Праздником Нет Галю У Бога Есть Длинная Лестница От неба До Самой Земли Ее Становят Перед Светлым Воскресением Святые Архангелы Сколько поэзии Любви Необъятны Необъятны Небесный Светлым Раздался Раздвинулся Еще Необъятней Горит И дышит Он Земля Вся В серебряном Свете И чудный Воздух И прохладно Душен И полон Неги И движет Океан Благоухами Божественная Ночь Очаровательная Ночь Светлым Светлым